Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Не так давно в нашем городе появилась новая ассоциация, которая объединяет психологов, использующих в своей работе методы православной психологии. Она так и называется – Ассоциация православных психологов. Я не психолог, но общаюсь с профессиональными психологами и имею некоторое представление об их работе. Мне показалось важным разобраться в вопросе о том, может ли вообще существовать какая-то особая религиозная психология, в частности православная. Для этого необходимо выяснить, существуют ли у нее какие-то отличительные признаки и специфические методы работы. Или же православная психология основана только на религиозных убеждениях самих православных психологов. Поэтому я обозначил тему сегодняшней передачи – может ли психология быть православной? И, конечно, мы не ограничимся только рамками ответа на этот вопрос. А обсудить эту тему я пригласил настоятеля Спасского собора в городе Кирове и руководителя курсов православных психологов Иерея Петра Машковцева, а также руководителя Ассоциации православных психологов в городе Кирове, кандидата психологических наук, доцента Юлию Павловну Санникову. Отец Петр, прежде всего хочу задать вопрос вам. Как представителю Русской Православной Церкви? Вот как РПЦ относится к появлению такого явления, как православная психология? Ведь в Библии нет такого понятия, и святые отцы тоже, насколько я знаю, не писали о православной психологии. Добрый день, дорогие слушатели. Конечно, в Библии не используется термин «психология», но мы знаем, что фактически вся книга посвящена изучению души человека. И это главное, чтобы для человека разобраться с самим собой. Ну а православная психология, она уже термин используется, и в Москве есть целый институт православной психологии, основанный есть и в других регионах. Поэтому теперь и у нас в городе тоже появилась своя ассоциация православной психологии. То есть правильно я понимаю, что православная психология – это не чисто вятское явление, а какое-то общероссийское движение. А где тогда находится его источник, центр развития, и вообще и в России, и в частности в Вятке? Юлия Павловна, может быть, Вы ответите? Хорошо. Ну, я хочу сказать, что вообще такой ренессанс православной психологии начала переживать в 90-е годы, когда в Центре психологической науки, я бы сказала, страны при МГУ возникает такой семинар, в рамках которого обсуждаются вопросы христианской психологии, антропологии. Это психологический факультет МГУ. Далее при Российском Академии наук, при психологическом институте создается лаборатория, где данные вопросы начинают изучаться, ну и возникает специализация психологического факультета МГУ, психологии и религии, издаются первые пособия. То есть, кстати, надо сказать, что о зрелости науки мы судим по тому, насколько представлены образовательные научные учреждения, есть ли там, например, подготовка специалистов и так далее. То есть, изначально это Москва, вот сейчас мы можем сказать о том, что есть, наверное, самые яркие звезды, это Братусь, это Василюк, это Андрей Лоргус, да, вот самые известные люди. А так можно назвать объединение в других городах, например, это Санкт-Петербург, общество православных психологов имени Феофана Затворника, очень мощная организация, это православные психологи Урала и так далее. Увидели, что движение большое, и, видимо, вятка должна была когда-то его подхватить. Тем не менее, вот Вы сказали, Москва, значит, психологические отделения, но Вы сказали, психология религии. Психология религии и православная психология, вообще-то, Вы понимаете, это разный, то есть, смысл абсолютно разный. То есть, одно дело, психология, которая изучает религиозные основания веры, там, веру изучают, почему человек верит, как он, значит, к этому приходит, и другое дело, православная психология или христианская психология, в общем-то, я думаю, что это близкие понятия, когда, значит, есть какие-то методы, которые позволяют именно вот такой психологии работать с человеком, как-то ему помогать. И здесь, наверное, давайте я тогда с Вами продолжу пока беседовать. Ну, наверное, надо определить, а что такое вообще психология? То есть, и психологию, как науку определяют закономерности возникновения, развития психики и сознания человека, согласитесь, да? Да. Вот. То есть, есть, например, возрастная психология, педагогическая психология, клиническая психология. Ну, Вы больше мне расскажете, какие психологии бывают. Но все они так или иначе изучают психику и сознание человека, то есть, используя свои методы. Но где в этом определении психологии, как объективной науки, вместо субъективной и религиозной веры конкретного человека, например, православной или другой, не кажется ли Вам, ну, скажем так, можно ли допустить надуманность существования православной психологии именно как науки? Я понимаю, что для ответа на этот вопрос, наверное, надо сначала дать определение, что такое православная психология и чем она, собственно, отличается от обычной психологии. Я вот так пространно, но считайте, это и вопросы, и мои размышления. Ну, я хочу сказать, что вот в любом классическом учебнике по психологии мы увидим, что психология имеет свои этапы становления, то есть, первоначально она возникает как психология о душе, затем она становится наукой осознания, поведения и так далее, да, о психике на данный момент времени. Вот. Получается, что православная психология – это наука вообще о душе и об исцелении души, поэтому здесь очень близко с ней, смежно находится православная психотерапия, которая как раз осуществляет помощь, оказание помощи, да, человеку предполагает. И в данном случае мы можем сказать, что, ну, очень близкие понятия, да, единственное, что православная психология предполагает другую методологию и более целостное понимание устроения человека, да, как единство тела, души и духа. В то же время современное состояние психологии напоминает большое лоскутное одеяло или притчу о слепцах, да, которая… И слоне, наверное, вы её помните, да, однажды в одно усиление привели слона, и вот они стали исследовать, да, и один потрогал и сказал, я знаю, что такое слон, да, это очень похоже на большую змею, потрогав хобот, да, другой сказал, это очень похоже на дерево и так далее. Ну и в целом мы можем сказать, что, в принципе, каждое из направлений, каждое из школы с парадигмом психологии отражает какую-то одну грань реальности, но не видеть человека целиком, и в данном случае вертикаль бытия не выстраивается. То есть вопросы духовного измерения, они вне фокуса внимания, отчасти находятся. Ну, не убедили меня как учёного, причём, потому что вы говорите так, что православная психология – это наука, я это вам задаю, не допускаете ли вы того, что это вот просто вера в то, что это наука, и используется именно православными людьми. То есть есть ли у православной психологии свои методы работы какие-то, да, то есть, ну, хотя бы давайте с методов начнём. Ну, вообще, надо сказать, что любую науку отличает путь, то бишь метод, да, и в этом плане классические методы науки – это наблюдение, эксперимент. Я думаю, что они имеют место быть. В данном случае это проведение каких-то научных исследований. Поэтому на данный момент времени, мне кажется, что православная психология в начале своего становления, и с точки зрения отраслей психологии у нас первая группа отраслей изучает деятельность, вторая – развитие, а третья изучает взаимодействие человека и социума. Мне кажется, вот что-то между развитием человека и взаимодействием человека и социума. Вот здесь она где-то локализуется. Ну, хорошо. В принципе, ваши ответы интересные. Во всяком случае, я думаю, мы сейчас продолжим, и я бы хотел отцу Петру адресовать свой вопрос. А для чего вообще, как вы считаете, нужна православная психология? Вы говорите, что православная церковь поддерживает это движение. В чём актуальность в наше время? Есть обычные психологии, привычные, традиционные, которые занимаются, в общем-то, человеком. Какие такие особенные задачи она способна решать, которые не решает, скажем так, светская психология? Я бы просто привёл пример, опять же, московский опыт, где достаточно развита уже работа православного психолога. И в Москве, фактически, на каждом крупном приходе как раз есть, работает православный психолог, которым, ну, когда человек, ведь, что-то с ним происходит, его беспокоят, он идёт в церковь, ну, ему и там много что непонятно, он не знает, как к кому обратиться, как подойти к священию, как задать вопрос, с чего начать. И вот именно православные психологи — это первые люди, которые встречают такого человека, выслушивают, и они работают вместе, сотрудничают со священником, и помогают и человеку разобраться с самим собой, и помочь ему подготовиться и к исповеди, и всё это на таком достаточно духовном уровне комплексно помочь человеку обрести мир, радость своей душе. А светские не могут. То есть, давайте по-другому, чтобы было понятие вопроса, Юлия Павловна, Вы тоже присоединяйтесь, если что, подключайтесь. Правильно ли я понимаю, что православный психолог может помочь только православному человеку? Я думаю, что нет, потому что предмет православной психологии — это всё-таки душа человека, душа человека есть у каждого, независимо от того, даже он верующий, неверующий, пусть он даже атеист, но душа всё равно болит. То есть, психолог обращается к душе, да? То есть, к душе, то есть, Юлия Павловна, ваша точка зрения, я так понимаю, что тут отец Пётр так интересную позицию выбрал. Ну, я, в общем, здесь соглашусь. То есть, вот, наверное, надо поподробнее сказать вообще, что понимается здесь, в том числе под душой, да, в православной психологии. Это, прежде всего, наши способности, да, это наш разум, это наши чувства, это наши желания. И в этом плане можно сказать, что обычный психолог тоже в любой своей консультации затрагивает эти вопросы, да, нужно осмыслить текущую ситуацию, нужно прояснить чувства, намерения. Но здесь появляются вопросы как раз вот этой вот, ну, скажем так, духовной вертикали бытия, да, то есть осмысление вообще возникшей ситуации, да, скажем, не только в плоскости, да, её рассмотрения, а понимание каких-то ещё духовных истоков, причин возникшей ситуации. Вот я, наверное, вот так скажу. А что такое духовно? Вот сегодня вы постоянно говорите душа, дух. Вот для меня как-то вот эти понятия, это не очень понятно. Что такое душа и дух, чем они вообще отличаются? Отец Пётр, наверное, вы должны ответить на этот вопрос. Ну да, ну, здесь мы используем, в православном психологии мы используем многовековой опыт святоотеческой жизни, познания человека самого себя, именно на таком уровне, на котором нельзя человека изучить с помощью каких-то физических приборов, именно используется вот опыт святых концов. А это интересно, вы сказали, простите, что перебиваю, а вот психику исследуют с помощью каких-то приборов? Ну, у нас есть и психофизиология, то есть получается, что вообще предмет и психологии в том числе сложен, потому что психику, даже если мы не говорим, её нельзя измерить, в граммах, в сантиметрах, в миллиметрах, то есть она, скажем так, незрима и невидима. Ну, как же мы с ней работаем-то, если... Да, 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 не напрямую, да, посредованно получается, что, конечно же, психические процессы, свойства, состояния, они проявляются, они могут быть видимы на уровне тела, да, то есть это жесты, это, не знаю, поступки человека. А так интересно, а душа мы как можем видеть на уровне тела? Душу можем видеть? Ну, косвенно хотя бы, то есть как она проявляет себя? Для проявлений, да. То есть раз мы с ней работаем, православная психология работает с душой, вот с какими-то же, наверное, косвенными проявлениями они должны увидеть, что что-то изменяется в человеке после воздействия на душу. В православной традиции, в принципе, тело есть, отражение души, проявление души в этом материально-физическом мире, и поэтому, конечно, косвенно через действия, через переживания человека мы можем обратиться и к душе человека. А можно я здесь добавлю? Мне однажды так очень понравился пример, да, что глаза зеркала души, наша речь зеркала, да, градусник души, то есть то, как мы видим окружающий мир, что мы в нём видим, это нас радует или огорчает, и что мы говорим, это прежде всего отражение внутреннего состояния. И можно мне вот очень понравился пример, да, вот как соотнести между собой тело, душу и ду, да, как о таких сложных, ну, как бы категориях сказать, может быть, просто, да. Да, например, если мы возьмём музыкальный инструмент, допустим, фортепиано, это будет тело, он может находиться в определённом состоянии, да, там, с разобранными клавишами, с порванными струнами, или, наоборот, в прекрасном состоянии. Душой у нас будет здесь, это музыкант, который приходит и начинает извлекать музыку из этого инструмента, и она может быть совершенно разная, и он может очень по-разному обращаться с этим инструментом. А дух – это будет состояние, настрой этого инструмента. И поэтому, например, может быть, и музыкант хорош, и инструмент неплохой, но если духовное состояние человека оставляет желать лучшего, то, соответственно, ну, мелодия не получится, да, вот поэтому это с точки зрения приоритетов, да, с чем работаем, с каким уровнем. Ну, красивый пример, да, хороший. Вы согласны, отец Пётр, вот с этим, да? Спасибо. Спасибо. Тогда еще один вопрос, а чем православный психолог отличается от обычного? Должен ли, вот вы говорите, что необязательно, чтобы пациент, или как, неправильно, да, клиент, необязательно должен быть верующим человеком, а психолог, который использует православные методы, ему зачем быть верующим? Он же методы использует православные. Должен быть верующим или нет? Должен быть воцерковленным, да, то есть исповедовать все это. И сюда же отнесу вопрос, чтобы, так сказать, отдельно не задавать. А вообще, эта работа православного психолога, ее кто оплачивает? Она оплачиваемая или это какое-то общественное такое движение? А если оплачиваемая, то кто ее должен оплачивать? Какие клиенты, или это приход, или это какие-то общественные организации? Я не знаю, кто из вас возьмется за такой, мне кажется, сложный вопрос ответить. Ну и давайте по очереди. Отец-пёртся начать. Я скажу, что у нас, конечно, пока еще работа православного психолога не налажена, но в этом есть огромная, я бы сказал, потребность, потому что я скажу, как священник, очень много людей приходят, обращаются со своими проблемами, и желая помочь человеку, рекомендуешь его, что да, вы хорошо, вот на исповедь пришли, но в данном вопросе вам бы хорошо обратиться к психологу. И нередко слышу, что человек говорит, о нет, я не доверяю, я как-то боюсь, мало ли что там будет. Вот. И когда я говорю, что у нас есть, в принципе, и православные психологи, люди говорят, ну, с радостью, конечно, если есть такие, да, то это совсем другое дело. То есть, если есть вопрос доверия именно к верующим православному психологу, потребности в православных психологах, поэтому я считаю, она большая. Ну, а опять же, опыт в других регионах, есть вопрос оплаты, то есть здесь именно на приходе, и кто работает. Ну, здесь может быть и эмирантовая деятельность, и, в принципе, и частная деятельность, которая может, как и обычного психолога оплачиваться. Потому что вы же понимаете, ну, как-то, может человек раз в неделю прийти, поработать психологом, как там говорят, во славу Божию, да, но если это его работа постоянная какая-то, то она все равно должна быть оплачиваема. Юлия Павловна, вы, как председатель общества православных психологов или ассоциаций, вот как эти вопросы решаются или собираются решаться? Ну, для меня, прежде всего, ну, вообще православный психолог – это человек, который имеет православное мировоззрение и сам находится вообще в луне церкви, да, то есть он разделяет, да, вот как бы христианские ценности, и он сам старается, ну, вообще свою жизнь, да, вот построить в соответствии с заповедями Божьими, вот. И поэтому это даёт ему, ну, скажем так, и, с одной стороны, может быть, иное видение ситуации более глубокое, да, нежели, да, вот, и, с другой стороны, даже, я бы сказала, силы справляться с некоторыми очень сложными ситуациями, потому что вот мы сейчас взяли ассоциации тему кризисное консультирование, работу с травмой, работу с горем, и я вот вижу, что с нами сотрудничают также и, скажем так, другие психологи, которые с большой опаской берутся за эти темы, даже не берутся, вот, я бы так сказала, да, с Богом вообще всё возможно, вот. А с точки зрения оплаты, то есть, конечно, большая часть сотрудников нашей вот ассоциации или, да, членов ассоциаций, они имеют, конечно, своё место работы, где они получают зарплату, да, и это такая вот добровольная, я бы сказала, общественная деятельность, да, вот, мы также активно участвуем в грантовой деятельности, вот, поэтому там источник дохода вот такой может быть. Ну, вот, а так, я думаю, что, ну, наверное, допустим, если брать вот, например, наших коллег, то там у них есть пожертвования, да, допустим, есть даже там, ну, платные консультации в том числе. Единственное, что стоимость их обычно бывает ниже, чем средние по там. Ну, то есть, я так понял, что в Вятке пока вопрос не урегулирован, а в других местах даже и сами приходы в епархиях выделяют какие-то ставки на, значит, то, чтобы были такие помощники у священников. Да, и от этого большая польза и людям, и приходу. Понятно. Вот, вы сказали, Юлия Павловна, что очень сложные случаи, за которые берутся православные психологи. А можете привести какие-то живые примеры работы православного психолога? И отец Петрович, естественно, тоже, не знаю, в каком порядке. Вот, какие-то случаи жизни, где именно использовались методы православной психологии, помогло ли решить, вот, помогла ли православная психология решить ту или иную проблему? Ну, наверное, вы приведёте как раз, когда помогла. Да, наверное, да. Ну, я ещё, наверное, хотела немножечко про методы сказать. То есть, вот, например, если мы возьмём там, простите, православного врача или православного сантехника, да, то есть у нас, возможно, методы будут похожи, да, скажем. Но здесь, я бы сказала, большая, наверное, ответственность в плане выбора методов. И не будут использоваться эти методы, которые предполагают, там, не знаю, прямое воздействие на сознание, да, которые будут, и вот в этом плане, то есть потребность в духовном есть вообще и у обычного человека, и у специалиста в том числе, поэтому мы на Ниве современной психологии можем видеть очень много таких около духовных практик в деятельности психолога, медитации, там, не знаю, мандалы, да, астропсихологии. Я думаю, просто поговорим об этом. Хорошо, вот. Пример какой-то. Ну, пример, вот, прежде всего, как-то у нас в последнее время очень много людей, потерявших близких, там, и пандемия своё дело, там, да, и другие заболевания, много раковых заболеваний, например, в нашем регионе. И я бы так сказала, что когда изначально даже приходит человек с такой атеистической направленностью, да, то есть, во-первых, это даёт специалисту в работе с такой сложной темой, ну, как бы, как сказать, там, в ресурсном состоянии находиться, потому что он понимает, да, вообще значение, ну, скажем так, смерти, да, в жизни человека, да, то есть это вера, ну, как бы в загробную жизнь, да, вообще в возможность спасения души даже после того, как человек ушёл из жизни. То есть, получается, что если тело прекратило своё существование, то есть ещё, да, то, что продолжает, да, существовать. И я бы так сказала, что иногда у людей появляется, ну, я бы так сказала, некое второе такое дыхание, да, то есть вот эти вот, ну, как сказать, не знаю, идеи или как, да, правильно, отец Пётр, сказать, они даёт какой-то вот ресурс и помощь в совладании с этой сложной ситуацией. Вот, вот это, ну, как бы, правда. Меняется вот что, ну, да, с этим можно справиться, и находятся какие-то варианты выхода. Отец Пётр, какой-то конкретный пример, или, по-моему, надо как-то обсчёт. Ну, некорректно просто, Владимир Сергеевич, я боюсь, потому что в конкретном случае иногда можно узнать человека. Но вы не говорите имя и фамилию, не надо говорить. Я, конечно, в первую очередь священник, и моя обязанность всегда принимать исповедь, но когда человек приходит с проблемой, ты хочешь ему как-то и помочь, если это позволяет, когда время, а ведь с человеком, чтобы помочь ему разобраться с проблемой, необходимо немало времени. Это не всегда есть такая возможность у меня, как у священника. Ну, если такая возможность всё-таки есть, ну, вот, допустим, такой пример достаточно интересный. Пришла молодая пара, муж и жена, и у них проблема, они не могли, то есть не могла забеременеть жена. Вот, и с каждым пришлось побеседовать по отдельности достаточно долго, и спустя какое-то время докопались до проблемы, дошли до того, что оказалось, что вот жена не уверена в своём муже, и в том, что вот сможет ли он её содержать, и вот это сомнение, смущение, такую внутреннюю блокировку ей вставало, что она не могла забеременеть. Ну, дальше уже это... Интересно, Юлия Павловна, а Вы можете, как профессиональный психолог, прокомментировать? Это вот действительно духовная проблема была, да? Ну, я бы, знаете, сказала, что вот за пределом традиционной психологии часто остаётся такие вопросы, как, например, не знаю, вопрос психологии любви, чести, совести и каких-то других моментов. И вот мне кажется, что вот любовь, она вот именно как, ну, не знаю, как соль земли, да? Вот, она очень хорошо показана. То есть в большинстве случаев за любой проблемой человека мы можем увидеть отсутствие любви. Вот, и, на мой взгляд, здесь очень интересно, вот даже в моей практике разворачиваются такие темы, как, например, эмоциональное выгорание, гнев, обида, или как они устроены. И здесь вот, мне кажется, вот корень всех проблем здесь, да? То есть вот про, что доверие, да? То есть любовь там долго терпит, всё прощает, да? И так далее. Хорошо. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Может ли психология быть православной?» И я продолжаю беседовать с настоятелем Спасского собора в городе Кирове, руководителем курсов православных психологов Иереем Петром Машковцевым, а также с руководителем Ассоциации православных психологов города Кирова, кандидатом психологических наук, доцентом Юлией Павловной Санниковой. До перерыва мы подробно разобрали, что такое православная психология, её цели, задачи, методы. Скажите, а как православная психология относится к другим, новым, модным психологическим течениям? Вот сейчас, например, многие уличены так называемым регрессивным гипнозом. Человека погружают в гипноз, и он видит якобы свои прошлые жизни. Считается, что все проблемы человека в этой жизни имеют свои корни в прошлых жизнях. Надо исправить те неправильные действия, которые он там сотворил, и тогда в этой жизни всё наладится. Вот человек в состоянии регрессивного гипноза и исправляет то, что когда-то там 300 лет или 1000 лет назад накосячил. Как вы считаете, есть ли в этой методике регрессивного гипноза какое-то, ну, не знаю, рациональное зерно или какая-то правда, или это всё-таки бред? Вот я, например, считаю, что бред, я сразу свою точку зрения выскажу, которая основана только на вере людей, бесконечную череду перерождений. Давайте, отец Пётр, свою точку зрения выскажите. Ну, в первую очередь я хотел бы сказать о том всё-таки, что православная психология не отвергает светскую психологию, не отвергает нашу советскую школу психологию. То есть там много что есть полезного, но дополняют при этом именно духовным опытом, накопленным в православной церкви. Но в то же самое время как раз мы сегодня и встречаем такие явления достаточно деструктивные, когда, пользуясь тем, что у человека проблема, он не может как-то справиться с ней, и может попасть именно к такому человеку, который вместо помощи может ему достаточно так серьёзно и навредить. Как раз то, о чём вы и говорили. То есть, конечно, подобные такие практики, вообще то, что касается переселения души, конечно же, это однозначно церковь это отвергает, потому что это обесценивает жизнь человека. Ну и то, что касается гипноза, тоже наша православная церковь против этого, потому что в данном случае человек как раз, он фактически открывает дверь своей души незнакомому человеку, когда даёт ему власть над самим собой, и там неизвестно, как человек этой властью воспользуется, и что он принесёт в душу этого человека. Поэтому очень опасные такие вот явления, и как раз православная психология, она для того и нужна, чтобы помочь людям разомраться, что действительно тебе полезно, а где тебе, наверное, нанесёт вред. Вот то есть не стоит ходить на такие сеансы. Однозначно нет. Потому что шарлатанством как-то пахнёт. Больше вреда. Игорь Павлович. Я бы сказала, что православный психолог, скорее, не будет использовать методы, где речь идёт о манипулировании человеческим сознанием, где подавляется свободная воля человека. Потому что, наверное, важно не в регресс человека ввести, а наоборот, создать условия для совершенствования человека. То есть это взращивание его взрослого состояния. То есть такое трезвение, трезвое видение себя, вообще окружающего мира, своих целей, задач и так далее. — Понятно. Вот не секрет, что сегодня православная психология тоже набирает всё большую популярность, как и вот те деструктивные, извините, методы, с которыми я сейчас упомянул. Ну вот чем это обусловлено? Может быть, тем, что людям сегодня вообще трудно получить какую-то помощь в медицинских учреждениях, или они разочаровались в методах обычной психологии, или вообще... Ну почему? Действительно, я просто наблюдаю и в прошлом году она... Нет, позапрошлом году, вот я впервые услышал о православной психологии именно в Вятке, а сегодня я уже смотрю, десятки людей и учатся, и, значит, работают как-то с православными психологами. Я понимаю, что это только начало ещё. Вот в чём секрет-то? Кто ответит? Ну, мне кажется, что вообще человек благодаря, да, и православной психологии может пройти в собственную глубину какую-то, да, то есть осознать ценность бытия, прожить его во всей своей полноте. Вот, и получается, что у человека есть огромная потребность вот в этом духовном измерении, и он очень часто себе суррогатными какими-то методами пытается восполнить этот дефицит. И современное общество потребления, оно тоже так уплощает человека, оно как бы низводит его только к его телесной реальности, создаёт ему квазипотребности, и вот здесь есть возможность вот именно встретиться вообще с самим собой здесь, вот как-то так честно, беспристрастно. Вот, мне кажется, вот с этим в том числе связано. Ну и плюс, ну, наверное, большее доверие, что те как-то вот тут, ну, постараются по совести. Ну, вы в ассоциации чем занимаетесь? Вот вы встречаетесь как-то, какие-то вопросы, какие вам вопросы решаете? Ну, у нас несколько направлений деятельности, то есть это и консультирование, да, людей, которые нуждаются в психологической помощи. Часто это люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Это, ну, просветительская, профилактическая работа, где какие-то темы озвучиваются людям, да, то есть вообще как устроен, там, не знаю, да, человек, какие проблемы, как они связаны. То есть с детьми, со взрослыми. Это у нас и просветительские такие встречи, беседы. Это практически направлены, ну, вот это так, с точки зрения направления. Я, по-моему, не ответила на ваш вопрос, Владимир Сергеевич, ушла куда-то в сторону. Говорите, я задам ещё раз. Да, и вот, ну, как бы у нас это вот выглядит так. Нет, я, по-моему, отклонилась от мысли. Можно мне вернуть в это русло? Ну, ладно. Ну, вот я слушаю вас, и у меня возникает такой вопрос. Ну, не случится так, что у людей произойдёт разочарование не только, ну, вот как отец Пётр сказал, вот, что к обычному психологу не пойду, а пойду к православному психологу, да, то есть к обычным психологам уже нет доверия, да, то есть люди или не помогли, или, ну, просто, может быть, нет доверия, а к православным есть. Вот не разочаруется в православных психологах или православной психологии, есть ли у православной психологии вот надёжное-то средство помощи, или всё зависит всё-таки от веры? А если всё зависит от веры, то тогда зачем нужен православный психолог? Может быть, верь, так сказать, в Бога, и Он тебе поможет? Многое, конечно, зависит и от веры, но как раз для этого была создана и ассоциация православных психологов, чтобы помощь была в достаточно высоком уровне, но для этого есть созданы у нас открытые курсы в христианской психологии, где мы даём достаточно такие фундаментальные, серьёзные знания, где мы передаём весь многовековой опыт православной церкви в работе с человеком. И эти знания не являются тем надёжным фундаментом, который действительно помогут человеку. А, ну, Вы же, да, руководитель православных курсов. А вообще, кто может стать православным психологом? Вот, по Вашему мнению, есть какой-то отбор, там, какие-то критерии определённые, или что вообще для этого нужно? В первую очередь, конечно, обычные психологи могут дополнить свои знания и получить новые инструменты для работы с людьми. Но так эти курсы для всех желающих могут быть, чтобы познать самого себя. То есть не только тот, кто собирается работать, но и тот, кто хочет что-то познать, какие-то новые, да? Да, разобраться с самим собой. Ну, интересно, а какие Вы такие знания даёте, которые, значит, обычным людям могли бы пригодиться, которые не собираются работать психологами? Вот что такого вот интересного? Приходите к нам на курсы. Ну, мы тут дикламой-то не будем сейчас заниматься, но, я думаю, кто хочет, то слышит. Ну, интереснейший курс отца Петра – это вообще основа духовной жизни, да? То есть это взгляд на семью через призму, вообще православие, то есть новые какие-то видения, горизонты. Это вообще и психология, и религии. Да, у нас подобраны такие предметы, что мы разбираем самые актуальные вопросы, с которыми человек соприкасается. Соприкасаются, придя в этот мир, это и смысл жизни, и, конечно, и семейная жизнь, и взаимоотношения с родными, с близкими. Это скорби, болезни. То есть фактически с чем каждый человек соприкасается в жизни, но нигде не может получить эти знания. Понятно. Мы сделали всё для того, чтобы эти курсы были актуальными и полезными для человека. А потом они могут вступить в ассоциацию, да, православных психологов? Да. А вот помощь от ассоциации как человек может получить, как вас где-то можно в интернете или в каких-то соцсетях найти? Ну, у нас есть группа ВКонтакте «Открытая православная психология на Вятке», где мы, ну, как бы говорим о наших мероприятиях, и, в принципе, у нас есть группа профессиональная уже для психологов, православная психология, ассоциация православных психологов Вятки, где уже у нас состоят люди... Член соплатные или бесплатные? Ну, оно такое свободное у нас. То есть у нас есть, конечно, членские взносы, которые идут на какие-то, да, расходные материалы, но это необязательно, скажем так. Понятно. Ну, спасибо, дорогие гости сегодняшней передачи. Мне стало гораздо понятнее, да, православная психология действительно имеет место быть, и у нее есть и свои методы, и цели, и задачи, и, как я вижу, она реально может помочь, во всяком случае, верующим людям. Ну, может быть, и неверующим, я не знаю, но верующим-то точно может помочь. Вот, и надеюсь, что сегодняшняя передача обогатила наших слушателей новым знанием. На этом мы заканчиваем ее. Всего доброго. До свидания. До свидания. Да, до свидания. Ума-палата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова